страна в которой мы живем это дерьмо это то что оформить потом через 10 лет после этих слов до во время грабачевской перестройки значит и из этой страны надо валить или эту страну вот эти идеи до которые в принципе таганкой формировала а это неспроста такая публика начала туда ходить выражаясь марксистским языком они почувствовали классовое родство конечно социально близкие достаточно юрий нет любимая таганка и все эти ловчилась автосервис о которых говорит филатов поэтому все это закономерный итог вот того значит проекта который создавался сначала в чехословакии вот и 68-м году его задушили задушили не задушили а придушили задушить до конца не смогли судя по всему те силы которые этого не хотели потом которые привели к власти горбачева они как бы не позволили этого сделать я же говорю там две группировки боролась друг с другом и победила в итоге вот та группировка который представлял юрий петрович любимым потому что именно эта группировка не давала как он он боялся все время наручников до каких-то и не давал надеть на нее наручники вот и он за ней за этой группировкой как за каменной стеной он владимирович высоцкий тоже самое из которого сделают жертву режима на самом деле никакой жертва режима не было человек который достаточно обладал такими свободами который простой сессию и простой советский артист даже и урана кто очень очень комфортно себя чувствовал на комфортно замечательно себя чувствуешь если не считать конечно его там раздвоение его личности того что он то есть его permanente состоянии как хорошего гениального актера вот это раздвоение его личности он непонятно да и кстати по песни видно с одной стороны в песне военных лет явно сказать песни советская победа и так далее и с другой стороны песни с фигой в кармане. Но дело в том, что актеры сложные существа, и многие из них существуют в таком раздвоенном состоянии. Собственно, это активно используется, потому что если человек искренне исполняет, скажем, советскую песню, то ему могут поверить и тогда, когда он исполняет антисоветскую песню с фигой в кармане. Но судя по тому, что Высоцкий за год до своей смерти уже ушел, написал заявление любимым, уходил из театра на Таганке. То есть, судя по всему, он уже тоже начал понимать, что вся вот эта вот бояга, которая на Таганке происходила, она как бы не соответствует его взглядам, какому-то его отношению к ситуации.